уважаемые читатели моих книг не так давно несколько дней назад произошла конференция в городе бийске на которую меня был доклад этом присутствовать не смог поэтому записал свое выступление отправил на представительную конференцию которая состоялась там в православной гимназии должен сказать что конференция посвящена интереснейшему вопросу как влияние ручного письма и даже каллиграфии на развитие детей подростков это очень важный момент который у меня отражен во многих книжках таких как морфология сознания в первую очередь это первый второй том который полностью посвящено созреванию детей а также церебральный сортинг и нищета мозга так или иначе я во многих этих изданиях касаюсь этого важнейшего вопроса кроме того что я сделал доклад после него были вопросы на которые я отвечал в режиме онлайн эти вопросы были записаны и вы их можете послушать сейчас заранее приношу извинения за не очень высокое качество звука который приходил при задавании вопроса но тем не менее суть ответа вы понять и услышать можете приятного вас просмотра до свидания здравствуйте здравствуйте скоса скольки лет надо учить детей писать я правильно понял детей надо писать сначала учить их рисовать мазать они будут рисовать всякие козюльки маленькие кружочки там и прочее прочее а потом постепенно приучать писать сейчас объясню с какого возраста это индивидуальная вещь есть созревание мозга ранее что крайняя редкость и тогда это происходит примерно в 67 лет они начинают но при этом нужно сразу ставить руку то есть вот каллиграфия то есть на самом деле чисто писание она начинается с 7 8 лет уже в чистом виде почему потому что в этот момент именно в коре мозга которым я о которой говорил начинают формироваться очень активно связи вообще кара созревает начинает созревать 78 лет и в этот момент если ребенка поставить руку заставить его на прописях выводить буквы аккуратные вы сделаете ему большой задел на будущее потому что он научится водить рукой очень точно копируя сначала буквы а потом складываете буквы слова то есть вы по сути дела увеличиваете количество нейронных связей в моторных зрительных и сенсомоторных областях мозга это важнейший момент причем чем раньше начинается тем лучше но совсем рано нельзя потому что еще кора не начинает созревать то есть идеальный вариант это 78 лет когда и в коре появляется достаточно большое количество связей между нейрональных в которых можно навсегда на всю жизнь закрепить вот эти тонкие моторные навыки и когда ребенок уже понимает что он может делать то есть кора позволяет осознанно относиться к его занятию поэтому с моей точки зрения если брать население россии то есть средняя среднюю полосу эти события начинают происходить примерно в 7 8 ну 9 9 9 9 лет то есть тогда когда неокортекс готов такую информацию закрепить на долгие годы все я ответил спасибо большое спасибо вам за ваш огромный труд следим за вашими работами спасибо большое подвижения в науку науки а у меня вопрос такой во первых все мы наблюдая за собой замечаем что пройдя большую практику школьную каллиграфии с первого по четвертый класс пятом классе она заканчивается и почерк значительно портится у каждого взрослого человека и каждый сейчас о себе может сказать что пишет он как вылезть лапой а вот это отхождение сказывается ли на развитии мозга с одной стороны мы продолжаем писать но не каллиграфическим почерком да я понял ваш вопрос да значит вы имеете ввиду 5 6 класс до 5 6 класс но вот смотрите что получается у вас порчерк портится не только того что вы взрослеете от того что у вас начинается как раз но это я в книжке даже излагаю морфология сознания 2 том 2 2 2 фаза формирования сознания то есть у вас первичное сознание детское вторичное связанное с половой дифференцировкой дело-то в том что именно в этом возрасте начинается постепенный синтез половых гормонов и человеческий мозг поскольку в нем к сожалению очень много чего осталось от нашего далекого прошлого он к сожалению отравляет нам жизнь вы начинаете интересоваться не столько красивостью письма сколько функциональным критерием работает или не работает вот это очень важно то есть ваше письмо превращается в инструмент в том числе и отчасти даже самолюбование как это бывает при каллиграфии он превращается просто функциональный процесс поэтому многие просто сейчас записывают там на телефон и все а почему потому что берет ваше сознание в свои руки половая дифференцировка и только потом когда пройдет этап формирование вторичного то есть полового сознания начинается процесс осмысленного отношения к письму и к тому же в школе особенно сейчас же дети очень нагружены к сожалению скажем так перегружены немного скорость письма очень важна им важно зафиксировать задокументировать события а не так сказать его красиво изложить то есть существует два разнородных процесса один процесс это функциональное созревание мозга в половом плане который вам вредит второе это скорость образования то есть необходимость быстро фиксировать большое количество материала и то и другое достаточно плохо сказывается на мозге то есть он не утрачивает свои функции но к ним когда вы вернетесь если каллиграфия была уже закреплена она начнет работать дело в том что у нас это и другое крайне не востребовано ни грамотность письма не красота его надо создавать условий для этого я думаю что особенно реабилитационные центры особенно центры компенсации неврологических травм и просто масса людей которые не могут найти себе применение после там 30 40 лет это тоже огромная проблема многие я советовал заниматься каллиграфии многие выходили из своих скажем так трудных жизненных ситуаций благодаря этому занятию мозг начинает работать хоть хонок встает на паузу да я слушаю следующий вопрос если есть скажем педагогического плана в первом четвертом классе иногда педагоги детей условно говоря заставляют переписывать текст если он написан небрежно с ошибками с помарками и так далее и некоторые родители считают что это задерживает развитие ребенка так как он в это время может какую-то новую информацию получить а он переписывает один и тот же текст из-за того что учитель снизил оценку а сейчас к сожалению оценочность большую степень играет в образовании чем содержатель так скажем так вот вопрос такого плана педагогическом плане прав ли учитель который заставляет переписывать текст если он написан небрежно да я понял и жили например напиши другу да я понял значит сейчас сначала кратенькая на 20 секунд история знаете в англии до сих пор практикуется такое такой способ педагогического воздействия что одним одним детей развивают врожденные способности к живописи к музыке ко всему остальное к танцам а другие другие на других детей не обращают в этом отношении внимание про заставляют их делать то что положено по программе а если они плохо это делают то по пятницам их дерут смысле розгами так вот из первых вырастают водители грузовиков и землякопа из вторых сэры и пэры поэтому значит у нас раздрать нельзя хотя иногда хочется вот поэтому возвращаемся к вашему теперь ответ на ваш вопрос заставлять надо потому что если он пишет неаккуратно если он там понаставил всяких закорюк намазал он должен добиваться результата потому что результат это отражает степень координации его двигательно-моторной активности как он водит рукой насколько он это контролирует и до тех пор пока он не будет гладко и чисто писать у него эти связи в мозге то есть виде алгоритма которых а только что говорил и мозжечка и моторной коры и сенсомоторной коры не установится надо добиваться формирование устойчивых связей которые выбить потом из этого человека будет нельзя когда учитель добивается он закладывает в будущее этого ребенка те навыки которые вам пригодятся просто когда он будет решать простые жизненные задачи то есть использовать свой мозг для планирования своих действий потому что письмо это планирование действия причем осмысленного но родители к сожалению сами часто далеки от высокого градуса образования поэтому им это надо разъяснять давайте следующий вопрос если есть у меня есть вопрос я могу его задать конечно на востоке практикует так называемую безопорную систему письма когда ребенок начинает работать то есть он не пишет но он привыкает к движению к алгоритму движений начиная с трех а сейчас даже с двух лет в этом смысле отличается принципиально восточная система которая не требует крепких мышц и развитого запястья и так далее то есть ребенок наоборот приучается к тонкому взаимодействию с инструментом обучаясь каким-то движением то есть изучает я бы сказал бы кирпичики будущего письма изучает линии во всем разнообразии а потом переходит уже как вы говорите осмысленно уже более по поздним возрастом мы стали это протестовать и видим так положительное дальнейшее развитие именно моторной функции и навыков уже в письме и стали наводить безопорную систему работать именно с кистью когда ребенок не опирается рукой а свободно двигается ее на поверхность на листах то есть он как бы учится взаимодействовать с инструментом изучает его и этим самым изучает себя как вы видите перспективу именно в этом направлении вот сейчас как раз японцы я видел учебники начиная с двух лет до четырех четырех до шести и так до окончания школы они в билет полиграфическую программу образования да понятно но дело в том что в нашей культуре кистьевое письмо как вы лучше меня знаете не очень распространено и японский опыт переносить не надо потому что у них на протяжении тысяч лет шел шла специализация населения как раз совершенно в другом плане у них мышление даже несколько иное они вот мы представляем там ну например дерево или там представляем например кота они для того чтобы освоить собственную грамоту они у них слава богу их там много вариантов они представляют иероглифы и у них совершенно другое у них образное иероглифическое мышление а у нас образное это раз во вторых у нас безопорное письмо она да конечно существует но надо помнить что если вы начинаете с двух трехлетнего возраста тренировать ребенка таким образом то у вас получается так что вы запытаетесь заставить его запомнить на основании лимбической системы первичном сознании к сожалению время не позволяет рассказать что это такое но это смысл что это врожденная форма поведения но это система лимбическая она ограничена ее перегружать нельзя вы потом за это заплатите довольно большую цену при уже половом созревание или интеллектуальным поздним поэтому к этому надо относиться осторожно но в россии существует с довоенных еще времен в детских садах специальной программы в которых детей рисовали не столько учили не столько писать сколько рисовать усложняя эти программы то есть это тоже самое то есть но безопорное письмо у нас это немножко другая история и для россии для российского скажем опыта педагогического вещь новая может быть надо попробовать хотя я не уверен что это приведет к каким-то особым результатом поскольку в лимбической системе она приспособлена несколько для другого для инстинктивно гормонального управления поведением она очень маленькая в 10 раз меньше коры и ее загрузка такими вещами я не уверен что к этому можно относиться беспечно мне кажется те формы освоения инструмента в виде рисования или сложного рисования они более полезны там есть еще одна особенность которую надо помнить у нас зрительная система затылочные поля которые я говорил они созревают неравномерно именно поэтому дети вначале рисуют козюльки а потом только осваивают весь лист если вы не будете это учитывать и процент и будете пытаться их значит насиловать их мозг вот такими приемами я не уверен что это потом не скажется на их психическую стабильность все в мозге нужно делать вовремя а не забегать вперед иначе это сказывается потом но сказывается так что вы будете это объяснять особенностями склада характера хотя сами заложили это поэтому к этому относиться осторожно нужно экспериментировать давайте следующее это как раз я не сказал мысль что мы акцентируем внимание не на письмо а вот то что его как раз делают на востоке они не пишут используя и изучая инструмент они рисуют и они изучают линию которая является строительным материалом для будущего но это понятно да ну я понимаю но это простите в россии в педагогической практике отработано еще до второй мировой войны то есть они опоздали на 100 лет а так нет ничего это полезное дело и вот еще что сказать что именно безопорная система как раз было до 18 века когда писали птичий пирог когда рука свободно двигалась не опираясь на на лист это мы и видели эти размашистые рощи мы видели это все это все было у нас изучая рукописи мы пришли к выводу что это существовало в нашей практике видимо генетически наверное это существует да наверное но там были всякие фокусы кроме размашистости там это отдельная тема очень интересно ее надо отдельно обсуждать поскольку там были всякие хитрости там и не безопорная или опорный опора с подъемом от листа бумаги чтобы он так сказать не загаживался простите руками пишущего там были специальные приспособления с вывешиванием руки поэтому здесь утверждение не бесспорное ну вот а просто нужно детально исследовать я надеюсь что исследователи каллиграфии особенно древние этим будут заниматься когда-нибудь и